Роберт Паттинсон. Актеру уже 34 года, а в его личной жизни царит настоящий кавардак. Еще во время съемок саги «Сумерки» Паттинсон стал встречаться со своей коллегой по съемкам, Кристин Стюарт. Публика тогда была в восторге. Наконец-то история их любимых экранных персонажей повторялась и в реальной жизни. Но счастье было недолгим. Ветренная Стюарт вскоре изменила Роберту с режиссером Рупертом Сандерсом. После расставания с актрисой Паттинсон встречался с певицей Эвка Твикс и даже сделал ей предложение, но, увы, тоже не вышло. Время от времени папарацци ловят красавчика с разными девушками, но ту самую актер пока не нашел. Анжелина Джоли. Вот что бывает, когда два секс-символа решают соединиться. Брак Анжелины Джоли и Брэдэ Питта называли союзом олимпийских богов. Так монументально они выглядели вместе. Но к чему все это привело? Развод, взаимные оскорбления, депрессия. Старший сын Питта публично отказывается от него, дочь хочет стать мальчиком, а все журналисты мира, которые до этого восхищались Звездным Союзом, теперь пишут ехидные репортажи из серии «Она сама довела его до этого». Вот и будь секс-символом после этого. Джонни Депп. У актера все было хорошо, когда он жил вместе с Ванессой Паради, но все изменилось, стоило ему пойти на сторону, как третий Эмбер Херт. Сначала появилась информация, что секс-символ Депп почти что банкрот. Актер приобрел виноградники, землю и замки, а позже обвинил своих финансистов, дескать, они его не остановили от трат. Потом брак и скандальный развор с Эмбер Херт. Депп до сих пор не может прийти в себя и наладить не только свою актерскую карьеру, но и личную жизнь. Шарлиз Терон. Кто бы мог подумать, что роковая красавица может испытывать проблемы в личной жизни. Однако именно это и произошло. Шесть лет актриса встречалась с актером Стюартом Таунсендом. Говорили о свадьбе, но вскоре Терон сообщила о разрыве. По ее словам, Стюарт сам был виноват. Ревновал ее к славе. Следующим кандидатом в женихи стал Шон Пен. Уж ему так в чужой славе было не привыкать. В юности Пен был мужем самой Мадонны. Но брака тоже не вышло. В 2015 году Терон и Пен расстались. Сегодня, по сообщениям СМИ, актриса живет одна с двумя приемными детьми. Рианна. Певицу не раз называли африканской богиней. Она встречалась с рэпером Дрейком и даже с саудовским миллионером Хасаном Джамилем. В 2019 году журнал Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Ее суммарное состояние составляет 600 миллионов долларов. Но при этом 32-летняя Риана по-прежнему одна, и она очень хочет детей. На днях девушка заявила, что станет мамой во что бы то ни стало, даже если не встретит подходящего мужчину. Наоми Кэмпбелл. Черной пантере уже 49 лет, а она шествует по жизни одиноко и гордо. Один из последних подтвержденных романов супермоделей – отношения с певцом Лиамом Пейном, который почти вдвое моложе ее. Известно, что после расставания Пейн почти сразу закрутил роман с другой чернокожей красоткой, которую СМИ моментально назвали молодой копией самой Наоми. До этого Кэмпбелл встречалась с британским рэпером-скепто, с российским предпринимателем Владиславом Доронином, актером Робертом Де Ниро и еще с целым рядом мужчин. Джарет Лето. Красавчик до сих пор не женат и не был женат ни разу, хотя имел отношения и со Скарет Йоханссон, и с Кэмерон Диас. Но есть и неплохая новость. В последнее время 48-летний секс-символ был замечен вместе с 25-летней российской супермоделью Валерией Кауфман. Пока пара не афиширует свои отношения, но это серьезная конкурентка. Очень серьезная.